Что вы можете рассказать? Про Чернобыль, да. Да, вкратце. Ну, буквально, если в двух словах говорить, смотрите. Ну, я даже готовился к этой передаче, там, вспоминал, смотрел этот сериал даже, и будет запись. Ну, там, понимаете, была проблема с самим реактором, он был, имел фолт. Ну, то есть, у него был нестабильный режим. Это, то есть, в принципе, он мог взорваться. И этот режим они устроили специально, ну, как не хотели, естественно. Они начали проводить какой-то там режим по, так сказать, ну, короче, там много технических деталей. Ну, в общем, этот режим как раз на этой ошибке в конструкции сработал. Причем это было по идиотическим каким-то причинам коммунистической партии тех времен и так далее. Кто-то хотел получить... Да, потом главный инженер, который это конструировал, он уже повесился, да. Это, кстати, даже в этом сериале показывали. Он повесился, реально, когда я узнал. Ну, и все это было совершенно неправильно сделано. То есть, я имею в виду даже вот авария. Ну, это вообще было, пожалуй... Ну, слушайте, аварий много было атомных, да, в Америке, где угодно, и подлодки, и что-то как-нибудь. Вот, но это была самая вот такая мерзкая, пожалуй. Причем облако пошло на север, как бы, да, ну, так ветер был. И обнаружили его в Швеции сразу же, изотопы. Ну, там метеослужбы, вот. Причем, понимаете, у меня стояли эти всякие усилители, ну, Panasonic, вот японские антенны, я там сам делал высокие. Потому что все глушили. То есть, это был, кстати, период, когда руководил Горбачев Михаил Сергеевич. Извините, а на север Швецию его пошло как-то? Да, да, облако вот так. Оно пошло, ну, Припять, да, это город, да, вот, где Чернобыль, собственно. Оно пошло с северо-запад. Да, 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 так, ну, с северо-запад, да, да, примерно. Вот, оно выпало в некоторых районах. Вот, к счастью, нам повезло, я жил как раз тогда в Могилеве, я заканчивал школу. Это был 86-й год, значит, 26 на 27-й, я даже прекрасно помню этот день. Вот, а у нас был, было это, как оно называлось, гроб, гражданская оборона, ну, короче, вот эти военные учения. Надо было, ну, какие-то окопы рыть лопаткой, там, ползать пузом, собирать эти какашки коровьи, там, по полю. Ну, в общем, мы были на природе, а я уже знал. Я нашел военрук, он был такой хороший, толстый профессор, говорю, вот, произошла авария. Он говорит, а почему мы не знаем, ну, потому что у вас все это одурманивает. А я откуда знаю, ну, я слушал BBC, потом «Голос Америки» и так далее. Ну, в общем, потому что я могу голоса вражеские слушать. Ну, а что делать, я говорю, ну, во-первых, до нас еще не дошло, сейчас-то мы в порядке. Ни в коем случае не пить молоко, я во всем говорю. Йод, стронции и цезий. Никакого молока не пить неделю, сидеть внутри желательно, вот, ну, в доме. Воду можно пить, там, есть, да. Ну, вот молоко нельзя, ну, потому что это быстро попадает, как бы, в цикл. Ну, вот такие простые советы. Кто меня послушал, никто не пострадал. И, к счастью, оно прошло немножко мимо вот этой области. То есть, у меня там одна бабушка в Гомельской, вот, где я родился, да, это почти вот граница Украины, Белоруссии и России. Там как-то тоже мимо прошло. Могилевская, это, ну, рядом там, вот, Шкулов, там, где, кстати, Лукашенко когда-то совхозом руководил. Там, вот, другие, это по материнской линии моей жили предки. Вот, и тоже как-то повезло. А вот другие места, да, и грибы, я сказал, вообще забудьте, на много лет. Никаких грибов. Только если шампиньоны там. Ну, а что грибы первое, что это все. Вот, но потом восстановление. Слушайте, там погибло столько людей, кошмар. Они не знали, как это тушить. Это была полная безалаберность. Единственное, да, и причем абсолютно все это не объясняли. Вот я помню, потом был 1 мая, 9 мая, да, праздники, да, вот эти. Ну, там же надо выгнать всех на парады, там, Ленин, там, такой молодой партия, да. И Горбачев уже был у власти. Вот сайт Международной организации здравоохранения. Да. Тут описано, сколько погибло, ну, то есть, и сколько... Так, а моя мама врач тоже, понимаете. И сколько фосфина пострадало, да. Да, 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 и дети. Сколько детей. Область пострадала, кстати. Ну, вот кто молоко употреблял, да. Люди, может быть, даже и не ощущают, вот там вот, которые пострадали, они не ощущают каких-то проблем со здоровьем, да. Но это отразится уже на их... На следующих поколениях, да. На следующих поколениях. Конечно. Так что, там кто-то писал в чате, что, типа, вот у меня родственники в Брянской области получают, как чернобыльцы, типа, деньги дополнительные, выплаты, да. Но со здоровьем у них проблем нету. Это пока. И слава богу, что нету. Но это может выразиться уже... Это же проблемы, которые никто, человечество еще не сталкивалось с этим. И эти проблемы могут возникнуть в следующих поколениях. На детях, внуках и так далее. Это правда, да, Дима. Конечно. Вот. Но, то есть, я к тому, что самое, по-моему, позорное было вот это скрывать. То есть, вот как нас гоняли на эти парады, я, естественно, наотрез отказался идти. И 1 мая, и 9-го. Хоть день победы порохом пропахнул. Со слезами на глазах, как говорится. Нет. Я сидел дома и внутри. И пил воду, никакого молока. Еда у нас была, все. То есть, и все, кто вот, понимаешь, разумно себя вели. Вот, ну, к счастью, я говорю, много мимо нас прошло. Но оно выпало много где. То есть, а потом с этим реактором что делать? Вот саркофаг в какой-то момент. Не, ну вот, само ликвидация была ужасна. Там согнали военных, срочников, да. Ну, они в сущности смертники. Все, кто были на крыше, там погибли. Был такой академик. Пожарник. Да, пожарники. Огромное количество погибло от ликвидаторов, да. Ну, вот хорошие стихи показывают. Они не знали, что лить там, да. Они лили там, это, азот. Вообще, на самом деле, надо было воду лить, если честно. Там такие озера, вот, Припять, да, там специальная. Ну, в некоторые озера, кстати, сливали там отстой. Ну, кстати, многие спрашивали, был ли там, как бы, еще военный компонент. Конечно, был. То есть, любая атомная станция, она еще и полтоний производит, да. Потому что уран-238 используется, да. Ну, вы знаете, 235-й, да, 238-й используется. Да, но полтоний можно только на реакторе сделать. А он нужен для, пардона, ядерного оружия. Конечно, производили. Это везде так. Вот. Ну, и там был некий военный завод рядом тоже, очень засекреченный. Ну, в общем, был полный хаос, бардак. Зачем они этот тест устроили, непонятно. В общем, из всех вот неудач произошли все. То есть, была ошибка в реакторе, неправильное это, неправильный приказ, какая-то попытка выполнить это, социалистическое соревнование. В общем, все сложилось вот так. Я ж говорю, это похоже на диверсию, на самом деле. Ну, некоторые вот говорят, что, может быть, американцы помогли. Да, ЦРУ там. Есть такие вот конспирологии. У меня нет доказательств этого. Может быть. Может, там и были агенты ЦРУ. Могли быть. Не знаю. Доказательств нет, конечно. Да, да. Доказательств нет, но, знаете как, я такой человек, который любит проводить исторические параллели. Когда Советский Союз признали Соединенные Штаты Америки... Ну, это Горбачевские времена, 86 год был, да? Я вам сейчас про 30-й. А, вы про 30-й. Голливуд снял фильм. Черно-белый, правда, трехчасовой. Называется «Миссия в Москву». А, по-моему, я даже смотрел очень давно. Смотрел. Да, Миссия в Москву. Там первый час, конечно, ля-ля три рубля там. Но там, в том фильме, как раз показан момент, когда внутренние враги, пятая колонна, троцкисты, на Харьковском тракторном заводе устраивали диверсии. Понимаете, в чем дело? Кстати, уже знаете, в Харькове там этот памятник Жукову снесли. Это другая тема. Это другая тема, да, это завтра. Да, да, не отходим. Нет, мы уже говорили про памятник Жукову сегодня. Связь, есть вот река, есть устье, есть исток, есть устье. Да, да. И вот это все исторические события нельзя разрывать в 15-минутный формат, понимаете? Все друг за друг, все идет и связано. Конечно, это все звенья тепи как бы идет. Сейчас уже осталось 40 секунд до конца трансмежца. Ребят, у кого-то фонит очень сильно. А, 10 минут добавилось? Добавил. У кого-то, да, фонит. Я в гарнитуре. Так, это у меня фонило, да, извините. А, папа, шприет. Да, добрый вечер, рад, что вы с нами присоединились. Да, просто у меня вдруг говорили. Добавил 10 минут, вот. К сожалению, не смог. Ну, печально. Ну, он вроде в порядке. Ну, бывает. Ну, он в порядке, все-все. Это главное. Ну, опираться-то было. Оппозиции нельзя вещать. Запланированная, то, что это была сверху запланированная диверсия с внешними врагами, которые в свое время через Парус финансировали государственные перевороты. В 15-м году. Ну, Паруса, да, это я помню. Да, Ленин тоже немецкий, он ехал в пломбирном вагоне. Да, также вместе проводили с украинскими националистами в Швейцарии совместные съезды. В Швейцарии Германия участвовала. Да, это все англичане. Потом эти троцкисты пришли к власти в виде Хрущева и все прочее. Потом Горбачев. Ну, а это вообще... Тоже оперы. Понимаете? Ну, тут, понимаешь, здесь на самом деле немножко неправильно их в черные записывать, в черные и в темные силы. На самом деле это была борьба за власть. И еще неизвестно, что было бы лучше. Троцкисты бы власть взяли, либо сталинисты. Понимаешь? Тут еще непонятно. Дело в том, что вообще мозговой центр вообще всей революции был именно Троцкий. Да. Давидович Бронштейн. Лев Давидович Бронштейн. Нет, мы же говорим о Чернобыле жив. А какой радиационный фон был? Вы же физика говорят. Смотря где, смотря где. А вот этот город Припять, он за какое время попал в этот радиационный фон? Он же после первого взрыва же сразу попал. Там жуткий был. Я не помню, сколько там было единиц. Я имею в виду, там жители уже бесполезно было эвакуировать. Они уже были заражены. Ну, в принципе, да. То есть практически. Ну, кому-то повезло опять же. Кто в погребе может сидел или где-то. Я говорю, в подвале. То есть, понимаете, это же зависит. Там были нейтроны, потом это гамма было. То есть фотоны быстро сразу же. Нейтроны. Ну, в общем, там, и потом эти пошли изотопы все. Йод, вот, стронцы, цезий и так далее. Вот. То есть, к сожалению, все было мрачно довольно. Ну, Советский Союз тоже вот хорошо, чтобы быстро нашел решение для тех, кто вот, у кого было тяжелейшее вот облучение. Их решили сразу же на запад везти вот Франция, да, предоставила там Швеция, вот. Там висит. Их даже кому повезло, вот, в Америку, да, даже. На Кубу очень много. Да, много. Да, да, и у нас принимали. Причем бесплатно. Абсолютно. То есть, и билеты оплачивали. То есть, ну, да, радиация, она может выйти, если бы, ну, не так сильно облучено. Ну, это, нет, она не выйдет, это, она как бы, она выходит, это последствия, да, воздействия радиации, их, как бы, если не сильно еще тебя убило критически, то есть, не пошло разрушение клеток, там. Ну, да, Бон Мэро, в первую очередь, да, вот этот костный мозг, да, то есть, ликоциты, то есть, иммунная система, да. Ну, а при сильном облучении там все погибает. Ну, то есть, вот, ликвидаторы фактически все умирали, как их ни пытались. Да, и был еще такой академик Велихов, который вот из МГУ, он полетел туда один, который серьезно, но он очень аккуратно так, типа, он-то вроде не облучился, и он потом еще читал у нас лекции, а уже тогда, я в 86-м закончил школу, вот, поступил в МГУ в Москве, да, вот, и на физический факультет, да, ядерная физика, собственно, но я такой теоретик больше, чем практик, но, и, короче, вот он нам рассказывал некие подробности, и, кстати, Познер вел передачи, там, мы делали мост, вот, телемост такой был, помните, ну, Донахи, да, Фил Донахи, вот, такой ирландец, с которым он работал когда-то в Америке, короче, вот эти телемосты были, да, первый канал, там, в общем, это было очень много рассказывали, тогда еще обсуждали, это все, все доктрины, вот это, как космические войны, помните, это же было в Рейган, Рейган, да, Сойн, да, мы это, и вот, и Чернобыль, я вот все время на них ходил, и там и Познер был, вот, было здорово, и Велихов, то есть, то есть, это были, с одной стороны, еще и вот такие напряженные отношения, это уже потом приехал Рейган в Москву и сказал, что, я даже был на его лекции, кстати, Рейган, поверьте, в Москве, а Горбачев ни разу не удосужился, на лекции, да? Да, на лекции, он выступал, да, в МГУ у нас, а вот Горбачев хоть и учился, Михаил Сергеевич, он еще жив, кстати, вот, ни разу не удосужился у нас выступить, Горбачев, который учился сам на юридическом МГУ, ни разу не поверьте. А через этот телемост Чернобыльскую катастрофу обсуждали? Абсолютно, да, вот как раз это и Суи, и вещи, да, и вот эти Звездные войны. Вот только это и обсуждали. У меня это очень Суи, Суи, она до сих пор действует, программа, на самом деле. В каком-то виде, но не так. Дело в том, что технологии не было. Она, сегмент, сегмент, мы недавно говорили на эту тему, кстати, ладно, это другая тема. Да, это другая тема, неизвестно. Ну, в общем, про Чернобыль, ну, понимаете, моя мама в здравоохранении работала, она говорит, что на самом деле статистику все скрывали, сколько реально пострадало людей, то есть онкология зашкальнула, то есть онкология, да, а потом, соответственно, ну, всякие иммунные болезни. Ну, понимаете, онкология, в принципе, тоже иммунная система организма контролирована. Вот это первое, что убивает радиацию. Что вот еще произошло? Все начали этот йод пить. Ну, знаете, йод обычный, который в аптеке. Да, да, да. Ни в коем случае нельзя. Вот что надо пить, это есть таблетки, ну, содиум ай-дай, да, то есть натрий. Почему не на йод? Нет, кьет он просто убивает от яд. Не, его можно мазать ранку, если ты поцарапал, да, там еще-то, да, это нормально. А вот есть его ни в коем случае нельзя. Так вот, по глупости, мамы там, детям просто йода-бутылочки так в руки. А, нет, есть йод в таблетках, нет? Да, в таблетках, я говорю, соль, да, натриевая соль. Соль дерьма. Но йод же, он же температуру тела повышает. Да, повышает. Но это же известный трюк, когда никто не хотел ходить в школу чуть-чуть, если вот капельку съесть, то температура растет. Ну, у меня были такие друзья-придурки, типа шланговали. Вот, но на самом деле йод, многие отравились вот тупо йодом. Если бы они соль употребляли, а этой соли не было в аптеках. У меня вот это лежит, вот у нас в Ирландии, кстати, нет атомных станций, есть Селлафилд в Англии, ну, недалеко, через Ирландское море. Так вот, у нас и то эти таблетки бесплатно присылают. Вот у меня лежит там, по-моему, штука, они не портятся. Вот, то есть соль, йода, пожалуйста. Вот, второй момент. Многие говорили, что надо пить алкоголь. Между прочим, правда. То есть, вот, ну, обычная водка или самогон. Вот не поверите, вот, он на самом деле помогал тоже по борьбе с вот радиацией. Ну, просто, как вам сказать, печень, почки полиактивно работали и выводил. То есть, как ни странно, это вот не выдумка. Но детям алкоголь там не стоило бы давать. А вот этих таблеток не было. То есть, поэтому была очень жуткая статистика еще, вот, ну, просто неправильная, как бы... Ну, во-первых, не было информации. Многие могли бы... Послушайте, в мае все сажают картошку, да, там, ну, грядки, картошка, там, редиска, все что угодно, лук. Ну, вот, я всем сказал, никакой забудьте. То есть, кто вот это слушал, ну, нельзя про это было говорить. Я говорю, то есть, когда это оповестили-то, то есть, после уже 9-го мая, где-то 10-го, 11-го, по-моему, оповестили, что была все-таки авария. Я имею в виду в советском телевидении, там, Первый канал. Ну, да, это на Советский Союз. Да, ну, а мы все знали. А авария произошла 26-го ночью. 26-го, да, на 27-го. А Припять оповестили 27-го, это вот, в 2 часа дня же вот. Да, 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 именно так. А я знал, когда начали людей выводить. Да. Вот, потом это зона отчуждения, знаете, там же это облако, где пошло дальше. Вот ее закрыли. И оттуда эвакуировали потом, помните, там. Многие не хотели уезжать. 30-е, по-моему, сначала было, километровая зона. Да, но и потом расширили, да. Ну, и вы знаете, там удивительные вещи произошли в этой зоне. Там, кстати, есть сериал, это Илья Куликов снимал, тоже черном называется. Ну, он такой полуфантастический. Но там реально рождались мутанты. То есть, там коровы с несколькими головами. И там много чего-то странного происходило. Какие-то растения не обручали. Ну, правильно. Все вот эти фишки, фильмы про мутантов. Это все не выдумки. То есть, там вот такое реально... Да, да. Илья Куликов, это который вот в России живет, на Ламборджини, который вот ездит, да? На Феррари, да. Да, 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 на Феррари, да, 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 да. Ну, он, короче, режиссер НТВ там снимал. Нет, но он эти же вещи говорит, то, что вот он изначально берет как бы историю. Ну, он изучал это, конечно. Додумывает же все. Нет, они на полном месте. Интересно было. А так-то да, историю он берет вот как бы правдушную. А потом он говорит дальше, додумывая. Ну, я имею в виду, это вот как он сам в интервью говорит. Сейчас же он более открытый стал. Например, 5-6 лет назад он интервью так не давал. А сейчас он свой блог ведет. Откровенные разговоры ему, вопросы задают. Вот он отвечает. Да, да. Вот. Ну, что сказать. Короче, в этой зоне отчуждения некие остряки отказались на отрез. Мы уже типа старые так умыли. Никуда не поели. Ну, они как жили, так и жили. Ну, я действительно не знаю. Вот. А потом туда стало модно ездить туристом. Теперь, пожалуйста, вы можете взять тур туда. В эту зону отчуждения. Да, и там очень прикольно. Какие-то и грибы, и растения. Но сейчас уже там не так опасно. Не, а вспомните, вот Яросима на Газах. Ну, может, там же эти микрорентгены, они же зашкаливают. Все равно это вредно, да. Много времени же не прошло. Ну, слушайте, ну, конечно. Это как у кого слабый организм, он тоже может же там навсегда уже как бы остаться или не приехать, заболеть. Ну, послушайте, если молодой там здоровый турист на недельку съездит и сильно глупостей не будет делать, то, может, и не страшно. Там есть карта эта. Есть карта. Да, есть карта, куда нельзя. Там все закрыто. Ну, это, как говорится, для экстремала, да, на свой страх и риск. Да, естественно, естественно. Не, а вспомните, вот американцы же сбросили две ядерные бомбы и Хиросима на Газах. Да? Ну, вы же знаете все. Ну, давайте, скажем, начнем с того, что там состав чуть-чуть более другой был, да? Да, и там гораздо меньше было радиации. И там меньше, конечно. И там реакция там теморганизма тоже другая была. Абсолютно. Да, да, да. Но там тоже были проблемы. Нет, смотрите, радиация влияла там также на людей, но в отличие от того, что там меньше было вот этих вот тяжелых веществ, понимаешь, ведь вот аварии на электростанции намного тяжелее именно последствиями. Взрыв там слабее, там атомного взрыва не было. Да, но именно разбрасывание радиоактивных... Да, но вы же только недавно же говорили же о типах урана. Нет, но там были нетроны, почему? Да, какой тип урана, например, где? Ну, 238, да. Здесь же, например, такой использовался, там такой использовался. Конечно, тоже радиация разная. Синий, зуборная красная. Но нет, она, радиация сильная, даже в той, в Хиросиме, на Гасахе она тоже была сильной. Вот, кстати, смотрите... Но она недолговечна. Ладно. Господа, господа. Меня слышно, да? Да, Андрей Борисович. Да, у нас просто закончилось время. А, окей. А, время закончилось? Так, тогда... Просите, да, мы заканчиваем или продлеваем, дадим все-таки Эду рассказать. Наверное, Эду стоит дать. Он так старался и спешил. Ну, давайте еще, я не знаю, но 15 минут хватит? Конечно, я быстрее. Я не знаю, или сколько надо времени? Да 15 нормально, да. Давайте 20 заплатить. Да, очень-очень, вопросы для Эда. Можно ли было спасти хоть немного людей, если бы их оповестили... Сколько времени добавляем, друзья? Вообще-то, конечно, просто пипец. Регламент весь нарушает. Ну, и поздно пришел Эд, а он рассказывает... Ну, у меня просто другая авария была, поэтому, к сожалению... А в больнице нельзя вещать. Раз уж мы эту тему начали, я считаю, что... Ну, да, 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 сколько? Я вообще хотел, но просто... Давайте выскажите, пожалуйста, все голосом или в чатах, сколько времени добавить. Да, ну, давайте... Нормально. 15 минут Эду и 10 минут нам на премии. Поэтому давайте где-то 25 минут. Ну, можно 30. А нет, все с вами. Бедный Паша, опять не мы с ним. Бедный Паша, да. У нас уже по первому... 30 минут добавлено. Все, Эд, продолжайте. Продолжаем. Да, ну, слушайте, я говорю, что, во-первых, эта авария не должна была произойти, если бы была правильная... Не было этой проблемы в самой конструкции реактора. Потому что главный инженер, он повесился, когда узнал, что это произошло. Он знал про эту проблему и мыши нас скрыл. И он повесился. То есть это первое. Но его в любом случае потом повесили... А его бы... Да, конечно. Снервный приговор. Да, это без вопросов. Это первое. Второе. Зачем они проводили это испытание, которое совершенно было бессмысленным. Вот. Потом, что надо было на самом деле, типа, просто лить водой, понимаете, вот там воды полно. Это специальные такие отстойники, которые, ну, из Припяти реки, да, вот. Ну, такие бассейны, да. И вот просто надо было, ну, вот в обычном пожарном лить. Но ни в коем случае не надо было по крыше лазить. Графитовые стержни они задвинули. Вы представляете? Это вообще еще ужас. У них началась паника, когда они поняли, что это... Нет, там была вспышка гамма и были нейтроны. Вы не думайте, что там не было уж совсем атомный. Он был, атомный взрыв, да. То есть, ну, то есть фотоны, это гамма, да, лучи. Ну, да, тоже признаки голубого огонька же вот это вот. Да, да. Это было, это было. Это видели свидетели. То есть, это абсолютно, да. Понимаете, фотоны путешествуют со скоростью света, как все знают, да, мы чуть медленнее в среде. Вот. А нейтроны медленнее. Но нейтроны более опасны. Потом альфа радиация, да, это протоны. То же самое, что вот, собственно, вот, знаете, солнечная радиация, которая идет, это в основном протоны. Это вот космические лучи. Это более-менее протоны, потом они там меняются в атмосферу. Вот. Ну, и еще очень неудачно вот пожил, как бы, метеорологическая обстановка, что это пошло все на Европу. Это, я говорю, заделало, как бы, часть Украины, Белоруссии. А потом пошло дальше, вот, и в Швеции это было мгновенно обморожено. Ну, а просто у них метеосервисы, они просто меряют изотопический состав и так далее. Сразу. Да, Ленинградская область. Да, и Ленинград, да, да, да. Они под раздачу. Да, и потом появились карты уже позже, где, слушайте, ни у кого не было счетчиков гееви. А банальных. У меня был, например, ну, я просто был такой олимпиадник, мальчик, занимавшийся физикой, математикой, химией, да. Вот у меня лично мальчиков гееви. Ну, а у никого не было только. А потом уже начали мерить там и так далее. То есть все было неправильно сделано. Было все скрыто. Потом людей выгнали на эти парады, там, 1 мая, 9 мая, где они еще облучались. Потом это вот вся, я говорю, была весна, когда сажают картошку и так далее. И вот опять, если бы люди знали, что надо все-таки сидеть, ну, дома, говоря. Не надо вот лишнее на улице брать. Вот. Не употреблять молоко, потому что, я говорю, йод тот же, да, астронцы. Ну, вот много бы могло пойти более даже ликвидация. Потому что в Америке как бы тоже были аварии, там, Лонг, как, ну, не Лонг-Айленд, Кмай-Айленд, была известная авария. Ну, там было все сделано профессионально. То есть ликвидация, это, говорили, не было такой сильной. Вот. Это в смысле они должны были дома сидеть и убивать водой, да? Тасик, минуту, подождите. Эд, а вот тут спрашивают нас с чата вопрос для Эда. Можно было спасти хоть немного больше людей, если бы их оповестили об аварии сразу? То есть имеется в виду, вы рассказали про это уже, но имеется в виду еще вот, что так поздно начали эвакуации. Да, конечно, можно было. Ну, понимаете, как она тогда, ну, ЧС называлась, да, сейчас она... Это, еще одну минуточку. Да. Конечно, но вот это все неправильно было. Сейчас, сейчас, Дим, это точная информация или фейк очередной? Сегодня много этих фейков было про смерть Алибасова. А, Алибасов я не слышал, что он. Баря Алибасова, серьезно, я не слышал. Ну, Дима с нами, просто, Дим, сегодня очень много было фейков на эту тему. Ну, он болеет, но я не слышал. Нет, он отравился сегодня. Ну вот, смотрите. Ну-ка, ну-ка, это я не знал. Помощник продюсера прервал молчание. Так, значит, что там пишут о смерти. Что пишет? Ну, может, и умер. Алибасов скончался в московской больнице после того, как накануне по ошибке вместо воды дома выпил токсическое вещество для очистки труб. Медики скорой откачали, а потом отравили медучреждение. Какой канал это, Дим? Ну, это... Так, но было... Я даже это пропустил. Вечером 5 июня в 22.30 он скончался. Ну, может, и правда знать. Так, он добавил, что продюсер находился... Доходится... А, мы живем в мире фейков, вот пишет даже. Я разговаривал с ним 15 минут, ему тяжело, но Барри Каримович жив. А, ну что... Он думал, что продюсер находится в стабильно тяжелом состоянии. Ну, в реанимации, да. А, склифосовский, понятно. Четвертая степень... Пришел, скормил нам фейк, мы поверили. Потом такой, ну, он жив. Просто как сериал, знаете. Да не, ну, смотри, это меня скормит. Смотри, объясню. Это вот так работают средства массовой дезинформации. Я шучу. Да, да. Ну, так просто получилось. То есть, я читаю вот... Я поверил? Статью. И тут такое смотрю, и вроде несколько строчек даже прочитал, да, даже несколько предложений, все. А потом, аж в конце, понимаешь, аж в конце, типа, пишут уже типа, совсем другое, да? Да, пациент еще скорее жив, чем... Ну, я, да, я поэтому и спросил. А я пропустил это, да. Мне как-то не до интернета было. Я потому что слышал это тоже, что несколько раз... А, ну, сейчас мы... А такая же была история, кстати, с Горбачевым про Чернобыль. Но он тоже жив до сих пор. Ну, довольно... Газета Ру пишет, что парень Алибасов жив. Жив, да, Газета Ру. Ну, Газета Ру более-менее надежна. Ну, может, он действительно отравился. Я поэтому и спросил, какие издания пишут о смерти. То есть... Угу. Серьезные никто не написал, значит, жив. Горбачев тоже был при смерти. Продолжим, нет. Да, вернемся. Ну, нет, конечно, то есть, какие там дальше вопросы были? Ну, конечно, могли бы гораздо больше людей спасти, если бы... Не, вот смотрите, Эд, вот смотрите. Припед, он же находится в 30 километрах, да? Вот он находился от этого реактора, да? Да. Вот взрыв произошел. Вот смотрите, вот оповещение. Вот взрыв произошел. И в смысле, имеется в виду, вот, оповещение, если даже сразу дать, вот. Все равно же, уже все же после взрыва же все. Вот это же зона поражения же вылаживает его, хоть как, в любом случае. Да, но, смотрите, если вы куда-нибудь в подвал шли, квартиру, в греб, а потом вас уже эвакуируют. Вот, как бы уже будет лучше. То есть, вот такие... Нет, смотрите, смотрите, смотрите. Ну, тоже, смотрите, смотрите. Да, они же начали получать, в любом случае, вот, например, да. Ну, гамма, гамма, да, гамма они сразу получают. Вот я могу ответить на ваш вопрос, мне кажется, хотя я не очень понимаю, но смотрите, сначала был большой всплеск, да. Ну, это гамма, да. Но потом был все равно, пошел, как бы, ну, меньший всплеск или там другие лучи. Ну, это же нейтроны, и потом, да. То есть, в любом случае, вам, чем раньше вы выйдете, несмотря на первый всплеск, тем лучше, потому что на вас влияет этот второй, ну, там, ну, как бы, не знаю. Второй, да, да, да. Второй, третий, там, я не знаю, ну, то есть, вот этот фон, который пошел, он от земли идет, от воздуха, от воды. То есть, вы кругом еще эти часы, которые находитесь, вы, ну, в повышенной, как бы, опасности. Это я сейчас можно два слова скажу, просто, чтобы было понятно? Просто, Дасик, это не болезнь, понимаете, которой, вот, вы заразились, и все. Это лучевая болезнь. Каждую минуту облучения они ухудшают, это облучение. Чем меньше вы его получаете по времени, тем лучше. А если вы лишние сутки получаете это облучение, у вас, конечно, больше. Это же не болезнь, что вот вы заразились, и все, уже поздняк метаться. Сейчас вы там уедете или через день уедете, вы все равно заразились. Да, 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 да. Ну, то есть, смотрите, то есть, вот так я... Люди многие путают, это, как бы, с болезнью. Не, ну, у них, получается, часов 12 ушло, вот, чтобы, вот, найти эти автобусы, скорее всего. Потому что ночью произошло, а на следующий день, вот, в 2 часа дня же уже начали сажать людей в автобусы. Не на следующий день, а, по-моему, через день. Через день? Нет, нет, 27-го, 26-го произошло, 27-го, в 2 часа начали все. Ну, да, ну, может, первых начали, да. Нет, смотрите, то есть, на самом деле, вот, если вкратце сказать. Первое, вот, когда сама вспышка, ну, если вы увидели, уже ничего не сделал. То есть, фотоны вы получили, да, то есть, ну, свет он пришел, да, гамма. Вот, а тут уже, да, нейтроны летят медленнее, протоны медленнее, и остальные изотопы еще. То есть, в первом моменте надо спрятаться, да, буквально ненадолго, а потом надо как можно быстрее полить оттуда. Это правильно. Потому что дальше вы получаете всю остальную радиацию. И чем дольше, тем хуже. То есть, нужно срочно вопраться. Вот, в принципе, так. Это вот, когда нас на гражданской обороне учили при ядерном взрыве, помните? Да, канткало, надо так лечь, закрыть глаза, открыть уши, рот. Ну, во-первых, ударная волна, может быть. Ну, там особо ударной волны-то не было. Там была именно вспышка. Вот. А потом уже идут... Обязательно, да, всегда. Так же при террористической талке. Понимаете? То есть, срочно рот не откройте, у вас лопнут. Это же при взрыве. Да, ну, это же взрыв тоже. Там был взрыв, да. Нет, ну, здесь-то уже выброс произошел. Это здесь рот открывает, не открывает эти... Нет, фотоны летят со скоростью света. 300 тысяч километров в час, там чуть меньше, да, атмосферка. Ну, то есть, мгновенно. Вот. А нейтроны медленно летят. Потом летят вот альфа-частицы. Ну, Эд, ты немножко неправильно говоришь. Нейтроны летят медленно, но это не значит, что они летят настолько медленно, как поезд едет. Или как... Не-не, я... Не, я говорю, что фотоны вообще нет. Поэтому тут ничего не сделаешь. Если вы увидели вспышку... Не, ну, вы можете ослепнуть, во-первых, да, то есть, ну, перепонки есть от взрыва просто. Это уже акустическая волна идет, как известно, скоростью звука, правильно? Знаете, вот когда молния, вспышка, и потом вы считаете, раз, два, три, да, сколько там... Вот, и понятно, на каком расстоянии произошло это. Три секунды, значит, километр от вас, гроза. Но это, как бы, своего рода тоже, понимаете? То есть, там, с одной стороны, идут фотоны, вот я говорю, с которыми ничего не сделаешь. Нейтроны идут быстро тоже, протоны медленнее. Ну, тоже довольно быстро. А потом вся эта вот таблица Менделеева изотопа, которую надо точно... Чем скорее эвакуировать, тем лучше. Вот, собственно, и все. Ну, вот если бы они это сделали эффективно, оповестили, они... Ну, кого-то вывезли, ну, как-то все это было настолько безалаберно. Не работало это. Я не знаю, тогда не МЧС, там, военным занимались. Ну, давай, смотри, ну, как безалаберно? Проблема в том, что это же авария подобного типа впервые произошла. Да, это была крупнейшая. Никто не знает. Сейчас, например, вот, когда даже Фукусиму там тушили... А, там, кстати, было очень эффективно. Там уже графеновую пену сыпали, понимаешь, а не песком там. То есть уже... То есть они запенили весь реактор там, запенили пеной такой, типа, как вот окна пенят, да? То есть вот химический состав там. А она в составе с графеном и свинцом. То есть она уже глушила и радиацию, и препятствовала потоку частиц. Понимаешь, то есть со временем, видишь, авария в Чернобыле привела к тому, что люди делали на этом какие-то определенные, эти, ну, выводы. И защитные новые, и как тушить такое, и так далее. Но японцы вообще более организованы. Понимаете, у них землетрясения же... Слушай, ну, то, что они более организованы, это понятно. Но я думаю, что если бы у них что-то произошло впервые... Смотри, Эд, они организованы, потому что они постоянно с этим сталкиваются. Ну, они у них Хиросима и Нагасаки были, не забывай. Да, у них уже, во-первых, был опыт с ягодами. Да. С облучениями. У них, по-моему, самое серьезное в мире... Ну, и землетрясения там не редкость тоже. Научно-медицинская база по радиоактивным всяким болезням и так далее. Понимаешь, то есть они это все изучили после Хиросимы и Нагасаки более-менее. Не, вот смотрите, в Америке же тоже Лос-Аламос, да, который ядерный центр, и вот там испытания в штате Невада, да. Там же тоже когда-то там что-то не творилось в Америке, в США, да. Вот. Там облучали специально, смотрели, как это работает. И тоже очень многие погибли, но это не было такого масштаба. Самое интересное, что это до сих пор еще очень плохо изучено все. До конца не ясно. И очень интересно, что на разных людей по-разному все даже реагирует. То есть смотри. Это правда, да, конечно. Одни люди отделываются ожогами поверхностными, да, вот как микроволновку руку засунул, да. Ну, представь. А другие, например, не получают внешних ожогов, а начинают внутри органы распадаться. То есть тут еще много факторов. А некоторые, представь себе, некоторые люди, и даже есть ликвидаторы некоторые, которые остались живы и ничем не страдают. То есть, по идее, в природе же не должно быть иммунитета от радиоактивного излучения. Но почему? Есть. Нет, он есть. Он есть. Но в смысле имеется в виду, что он не настолько же высокий. Люди были там... Ну, солнце тоже радиация, поймите. В принципе, солнце, там уран, радиация, это в любом подвале тоже. И природная есть радиация. Да, то есть в Ирландии, например, этот... Забыл. Сейчас не в то, блин, я забыл. Короче, тоже какой-то газ. Радон. Радон. Он, короче, содержится в некоторых частях очень больших досок. И то есть люди, у которых подвалы, могут там обучаться. Это тоже очень опасно. Но с другой стороны ничего такого. Да, ну, смотри, было даже такое, что в 90-х из Чернобыля вывозили иногда даже вот автомобили. Понимаешь, их же покидали, побросали там все люди. Ну, было какого-то рода, своего рода мародерство такое, знаешь, скажем... А, да, многие же воровали, потому что все бросали. Понимаете, что надо брать? Сколько-то денег, документы, это было логично. Остальное все бросали, а другие... Да, да, да. Легкая нажива. И потом... Это все было. Угнали оттуда какого-то там автобуса, да, себе. Причем он облученный, слушайте. А потом уже начали... Его надо было бы помыть, там, помыть буквально из шланга, да, понимаете? То есть, если вы мойте из шланга, ну, это, конечно, все равно в почву попадает там. Но если вы уехали, ну, меньше будет. То есть, простые вещи, вот, как вот просто все помыть. Да, их там оставляли, там целые поля с машинами. А потом бросали, бросали. А многие вот мародерствовали, абсолютно беспредел. Потому что военная тоже, у них не хватало сил ликвидировать там последствия. Ставить эти кордоны, там, проверки, чекпоинтс, да, вот это все. Вот. Чтобы, ну, да, как-то все это мерить надо было. Приборов не хватало. Вот, ну, никто не был готов, знаете. Абсолютно не было готовности к этому. В отличие от Японии. А у меня, кстати, друг профессора, вот Питер, я его, кстати, скоро встречаюсь снова. Он как раз был в Японии тогда, во время фокусимы. Он рассказывал это землетрясение 9,5 баллов, как чувствовалось. Он был в университете, там буквально рядом. Он говорит, что такое страшное было чувство. А его жена была в то время в торговом центре, там покупала какие-то сувениры. Он, первым делом, там непонятно, как он вырвался. Там тоже был хаос. Ну, послушайте, 9,5 баллов. И плюс это фокусимы. В общем, там тоже было. Не сказать, что очень хорошо. Но в Чернобыле-то не было никакого землетрясения. Это все произошло из-за этого теста. И вот конструкционные ошибки. Кстати, новые реакторы, которые сейчас делают, они вроде безопасны все. То есть вот эту ошибку как бы извлекли. То есть работа над ошибками. То есть вроде сейчас. Все равно у всех современных электростанций атомных. Все равно есть риск, конечно. У них есть недостаток. В том числе у тех, которые бортовые, то есть на кораблях стоят. Слушайте, а это охлаждение в Сибири. Вы слышите? Знаешь? В Петербурге этот, атомный новый ледокол спустя в Сибирь называется. Там тоже атомный реактор. А слушайте, а подлодки атомные. Я был как-то порог. Ну, конечно. В свое время даже хотели создавать атомные бомбардировки. Да, и самолет хотели. Было такое, да. Проблема. Вот в чем проблема. Что на самолете было сложно разместить вес огромный. Потому что надо было очень серьезную систему. Проблема у этих реакторов это системы охлаждения. Конечно. Поэтому вода нужна. Первое, что нужно, это вот. Ну, там тяжелая вода, понятно, графита для контроля. Все это. Ну, графин, графит. Вот. А вода. В первую очередь вода. То есть это всегда лучше. Ну, потом подлодки проще. Ну, потом и подлодки, корабли, это проще. Корабли, да. Или до гол. Да. Вода нужна. Это первое, что важно. Да, но представь себе, что выходит из строя насоса. Еще что-то. Ну, любой от кастом, да. Ну, там, понимаешь, продуманнее сделано все. Больше систем страховки, да. Там как бы... Залушить можно. Да, да, да. То есть система страховки всевозможная. Их там пять уровней обычно делали сейчас. А в Чернобыле там два было. То есть графиновые стержни и вода. Ну, подучи-то насосы не работали. В общем, кошмар. Так это все-таки безалаберность или все-таки теракт какой-нибудь? Ну, возможно, там... Ну, просто голосовали за это. Смотри, произошло все по... Я думаю, безалаберность все-таки. Моем деле. Да, диверсия и плюс безалаберность. Но могла быть и диверсия тоже. Может, кто-то помог. В смысле, если бы не было безалаберности, то и диверсия бы не прокатила. Понимаешь? Нет, может, это там оба фактора. То есть я не отрицаю. Да, я не отрицаю, что могла быть диверсия. Ну, раз этот повесился, значит, скорее всего, он, наверное, признал свои ошибки, да? Что где-то все-таки допустил. Это он не считал. Незачеты были какие-то. Не, ну, это можно по-разному воспринимать. Или от страха быть наказанным. Но на самом деле, я думаю, вряд ли бы его там отстреляли бы или еще что-то сделали. Тут, скорее всего, человек поступил, как бы, знаешь, вот как самурай, да, честно поступил. То есть он... Характери, щепоку, да. Да. То есть он, скорее, наоборот, не из-за слабости характера, а из-за силы совершил самоубийство после этого. То есть он натворил такого горя, убил кучу людей практически своими просчетными, да? И как бы сам себя наказал, сам себя приговорил. А вы не можете сказать, вот эти первые пожарники, которые участвовали в тушении, потом, которые получили большую дозу облучения, их в Москву везли или все-таки там похоронили? У нас просто насчет этого спор возникал. Кого-то везли. Нет, смотрите, кого-то везли, кого уже полезно везти. Старались везти, да. Кто еще имел шанс, но они все равно все везли. Ну все первые, в основном, большая часть. У меня, практически все, да. Да, сразу. Там уже бесполезно было везти. Всем доброй ночи. Привет, в принципе. Доброй ночи. Вот. Так что... Вот. Как бы так. Ну, в принципе, совсем что-то... Понятно. Ну, спасибо, Эд. Да, спасибо. Простите, что я вот не смог вовремя, но так уж и обстоятельства. Ничего страшного. Очень вы там нам интересно все рассказали. Господа, есть у кого-то вопросы кедут? Сейчас ты думаешь. А с чего там испытания от этих начались? Ну, эти испытания были с целью поднять эффективность реактора. То есть больше за меньше денег. Энергии производить. И они вошли в критический режим, да. Которые будут действительно упасть при таком. Ну, там еще возможности проверить режимы работы в критической ситуации. Да, ну да. То есть это была некоторая, скажем, шизофрения. Плюс они были довольно и нетрезвые, между прочим. Вот эти инженеры, которые, как говорят... Вот я же говорил, у АТОМ, особенно этого типа, слабое место, система охлаждения. Да, да, да. И то есть они хотели проверить, насколько можно... Ну, как бы... То есть вот когда вы садитесь в машину, да, иногда там за рулем, хорошая дорога, вы как бы разгоняетесь практически до предела, да. Каждый, наверное, водитель... Вот такой был. Калладил. Это, потому что ты как бы прочувствуешь, хочешь почувствовать возможности этой машины, да, то есть чтобы знать, как она... Ну, там, да, ну это что-то типа подобное, говоришь, что делать в чем-то, понимаешь? Потому что я видел фильм, короче, он был раньше в сети, сейчас его нет. Он давно был одинокий галяющий. Начал одинокий, по-моему. И там говорилось в том, что приехал человек, типа, из первых листов, да. Компартии, да. Капазали, что ему говорили, что типа, нельзя так делать, потому что будет типа, его, короче. Ну, там, типа, у него приказ был, короче, и они должны были это выполнить. Ну, и началось. Ну, они готовились, понимаете, к первому маю. И надо было отрапортовать, там, вот мы повысили эффективность, испытали. Вот еще такой был. Нет, ну, то, что там были пьяные, короче, где вообще... Нет, пьяные были, точно. Я слышал, да? Ну, правда. Единственное, слышу, что... Ну, там даже не самый факт. Люди рассказывали, да, там, непосредственно, там, имели представление какое-то, что был отказ, короче, ему, но там вот, типа, наставил, ну, настоятельно, наставил человек, короче, и то это кофе не произошло. Не, ну, хоть они пили, но... Ну, нет, они не были... Ребята, ну, давай, мне кажется, не будем выдумывать насчет пьяных, потому что, на самом деле, на таких объектов... Ну, нет, может, кто-то был, кто-то не очень... Ребята, это серьезные объекты. Там... Там уже оборудование же не выдержало, оборудование же не было уже пьяных, в принципе, как бы... У всех есть заначки. У любого хирурга есть там спирт. Что-то я... Ну, да, не, ну, это не важно, я считаю. Вот это не... Ну, там люди понимали, что, да, что будет, то есть они знали, реакторы знали, что, как, ну, то есть люди как бы знающие были. Поэтому вариант того, что была ошибка, как именно те, кто был на станции, да, ну, вот по версии той, которую я видел, она полностью исключается. Поэтому, поэтому я, как бы, говорил, что это диверсия была. Ну, диверсия мы не отрицаем. Доказательств четких нет до сих пор. То есть, возможно, и было. Нет, Эд, ну, конечно же, не будет. Но была конструкция. Смотри, можно, Эд, секундочку, смотрите, мы же, говорю, привыкли к диверсиям, что это какая-то группа спецназа залетела там, перерезала провода, вмешалась в систему и произошла авария. Нет, это было точно. Все делается, Эд, диверсии же делаются на разных уровнях. Понимаете, могут прийти люди, которые, допустим, вон, говорили же, что в Ленинградской АЭС, да, тоже хотели провести подобный эксперимент, там отказались. То есть, она могла вообще, диверсия быть на высшем уровне, понимаешь, Эд. То есть, они, допустим, кое-кто знал, к чему приводят такие эксперименты, то есть, или расчеты были, или заранее как бы просчитывали их. И они говорят, давай-ка вот проведете вот такой эксперимент. Там же два эксперимента. Первое, выход на мощности. Да, повысили. А второй эксперимент, это стабильность работы реактора при проврежденной системе охлаждения. Вот они что хотели про эксперимент. Она, кстати, была не совсем рабочая, да. Вот это и проблема. Вот эти нации. Они хотели посмотреть, насколько это, потому что в случае типа ядерной войны, если будет какой-то наснесен ракетный удар, там, тактическим оружием обычным, да, то есть, которое не ядерное. То есть, они могут повредить систему охлаждения, и как тогда будет работать атомная электростанция, как надо действовать в таких ситуациях. То есть, хотели провести вот такой эксперимент, да. Возможно, да, военные в этом смысле и прихожили. Так, вот и вот в этом заключается диверсия, вот в этом самом, вот в этой постановке задачи и уже сама диверсия, понимаешь? Да. То есть, вот в чем суть. Диверсия сама в постановке такой задачи. Там в Чернобыле руководство не отказалось, и они провели, и вот к чему это привело. Еще вопросы будут у кого-нибудь? Сколько лет, Эд, думаешь, вот этой территории будут? А, можно? Стоп. Самый важный вопрос. У меня просто еще есть информация о том, что на самом деле реактор там еще до сих пор разогрет, там до сих пор лава, и что на самом деле это все может такие бабахнуть еще, рано или поздно. Значит, смотрите. Что там есть? Перескажи. Значит, четвертый энергоблок, который взорвался, там первые три, по-моему, выключили, да, там с ним все порядок. Четвертый построили этот саркофаг, да, потом его переделывали еще раз. Вот, он не до конца астан. То есть, могут быть периодические выбросы. Я не думаю, что какой-то уже взрыв может быть, вот, но там до конца это не локализировано абсолютно. То есть, выбросы могут быть. Саркофаг построили, есть даже онлайн-класс. Причем, да, его меняли, меняли. Да, 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 его поставили, все закрыли. Да, но проблема там... Но он перегревается. Ребята, проблема не в саркофаге, проблема в тем, что под саркофаг... О, блин, конечно, если туда человек прорвется, положит, взорвет, ну, конечно, не скажет. Не-не, смотрите, реактор находится над... Реактор находится над емкостями с водой, вот откуда надо было выкачать воды, да? Да, да, да. И он до сих пор в расплавленном состоянии, до сих пор там... Конечно, там идет реакция все равно. Там еще до сих пор идет реакция, да. Да, и тепло выделяется. И саркофаг он защищает только от выброса в атмосферу. От выброса в атмосферу, правильно. А на самом деле под самим реактором... Да, да, согласен. ...чуть глубже. Дело в том, что говорят, что биологически вот это бетонное основание, там же, по-моему, 10 метров бетонное основание, толщина. Да, но оно разрушено частично. Оно говорят, что разрушится, если на него... Да, оно частично разрушено. Да, оно частично даже разрушено еще с самого начала. То есть, когда произошел взрыв... Взрыв, да, да. Вот, и оно может сочиться... Воды это попадают. Оно соприкоснется с подземными водами, понимаешь? Да. И тогда вот эти всякие тяжелые элементы, зато... Опять пойдут по воде. По водной, по водной инфраструктуре, или как ее... По водным артериям попадают в другие, ну, то есть, отравят. Ну, да, артезианские и так далее, но и в реку пойдут. Ясно, сверху крышу построили, а снизу, под реактором... А там невозможно, как ты это сделаешь. Вот, вот в чем суть. Так вот, снижение непонятно. Ну, как, окопать со всех сторон, как делают? Ну, слушайте, на самом деле, как вот делают? Надо запустить специальные роботы, действительно. Вот в Москве, в районе аэропорта, метро. Ну, там еще советские постройки, наверное. Роботы нужны. И прокопали под метро тоннель. Тоннель одно дело. Я думаю, что, да, действительно, хорошая идея, Паш. Смотри, то есть, надо рыть внутрь, каким-то образом сделать еще одну плиту мощную. Да, бетонную, конечно. Знаешь, закачать кучу бетона, но это роботы лучше делают. Желательно такую, знаешь, чтобы с крошкой, шварцита и гранита, они будут препятствовать. Ну, базальт можно ограничить. Базальт. Что под рукой есть. Хочешь еще бить. Да, но сейчас, я имею в виду, что сейчас это не сделано. Нет, это нет. Только сверху закрыто, и причем это греется. На самом деле, люди просто крышкой прикрыли костер. Ну, да, фактически. А он еще и греет. А остановить, я так понимаю, это нельзя, потому что там тоже... Ну, нет, это физика, это невозможно. Мне нужно остановить. Ну, если очень много графита, как-то, я не знаю, можно заглушить. Тяжелой воды можно там, ну, в общем-то сложно. Но, а кто доставит этот графит? Это очень дорого, понимаете? Как доставить? Не дорого, имейте вот такую... Вертолеты теряли управление, да, именно. Потому что радиоизлучение, оно столько сильное, что приборы выходят из... Да все приборы отключались, потому что... Я уж молчу, там, мобильных телефонов тогда... Робота не пошлешь. Вот почему, кстати, в Керосиме роботы... Не, а сейчас есть роботы, которые... В Керосиме, не в Керосиме, а в Фукусиме роботов же использовали, и... Сейчас есть хороший робот. Тоже ломаются, но их не жалко. Почему они ломаются? Потому что радиоизлучение выводит из строя и роботов. Да, любую технику, конечно. Любую электронику, это самосыл. Но сейчас есть хорошие роботы, которые... В принципе, может сломаться. Есть другой выход. Один из ученых предполагал это место взорвать. В смысле, ядерным зарядом. Да, но... Это тоже вариант. Было бы, говорит, намного меньше проблем. То есть, смотри... Но это, видишь, никто не рискнет. Что такое? Зеленский... Смотрите, ну робот может быть, кстати, с проводом. Каким-то провод можно, если робот там... Нет, провод это... Дело не в проводе. Это, Павел, у нас время закончилось. Все. А провод тоже не поможет, да? Да, конечно нет. Дело в том, что электроника выходит из строя. Самые мозги робота. Ну, будет он с проводом, и что? То есть, будет у него энергия, а процессоры, микропроцессоры сгорят. Вот вы же понимаете, спутники в космос выносят. Вы видели? Они все обмотаны такой фольгой. Да. Это для того, чтобы препятствовать солнечной радиации. Если солнечная радиация проникнет в электронные компоненты, они просто выгорят там. Ну все. Так, ну вот такой вопрос пока мы этот самый... А вот вы говорите, что вот там плита, все такое прочее. Но если весь мир как бы собирает деньги на строительство этого саркофага, а почему он никто не задумывается и нигде не звучит по поводу того, что надо что-то делать внизу? Просто не оценивают. На самом деле люди говорят об этом. Я же ведь не сам придумал. Нет, говорят. Просто это очень сложно. Понимаешь, но проблема в том, что это... Подождите, ребят, подождите. Не перебивайте. Дайте... Ну я же отвечаю. Я же пока еще даже вопрос не задал. Я имею в виду, что ученые со всего мира, может быть, ситуация не такая уж и драматическая, раз на это никто не обращает внимания. Иначе бы в Европе про это тоже говорили, это рядом с ними. Я вот о чем говорю. Это их, не вот это вы. Они очень серьезно, понимаете, тоже к этому относятся. Проблема о чем, почему это прям вот не на все, не на все услышание не распространяется. Потому что если это заявить сейчас обществу, то общество скажет, тогда давайте что-то делать. Даже деньги будут. Но тут вопрос в том, что даже при наличии финансирования нету пока что технического решения этого вопроса. И, ну, понимаете, в чем суть? И получается, будет паника. Люди людям скажут, что вот чего будет, вот-вот побахнет. Погодите, ну я не понимаю, Дима, ну а что нельзя в миниатюре сделать эксперимент, маленький реактор, там, чтобы вот так же сделать, ну все так же ошибочно. Маленький нельзя сделать в миниатюре реактор. Нет, погодите. Есть же понятие критической массы. Вот Эд даже расскажет. То есть его нельзя сделать. Это будет все равно капец. Ну да, понимаете, вы можете модельное самостоятельно делать, там, испытывать, да, в трубе аэродинамической. Семь там это не получится, нет. К сожалению, нет. Есть компьютерная программа, компьютерное моделирование. Ну поймите, в те времена вот эти, все строилось немножко старым технологиям. Это, ну поймите, если он в 86-м году взорвался, его строили еще задолго до этого, да, там сколько, лет 10, а дизайн еще раньше конструкции. То есть технологии-то старые. Новые, конечно, все моделируется в компьютерах. Но Паша хорошую идею подал. То есть с помощью горнопроходческого оборудования можно нырнуть под реактор этот, да, и сформировать, пока еще это дело не прожгло там, потому что оно рано или поздно. Рано или поздно, да. Да, и надо просто сразу подготовиться. Подушку, так сказать, постелить надо. То есть я думаю, что, наверное, такой вариант какой-то есть. То есть они могут сделать, что? Прорыть несколько туннелей, к примеру, под реактором, да, и, например, закачать туда какого-то жидкого азота, да, к примеру. Полностью, не надо туда бетон, они просто забетонируют саму почву. Но временно можно заморозить даже. Ну, поверь, жидкий азот под землей может тысячу лет в замерзшем состоянии держаться. Ну, под землей может, да. Тысячи лет, на тысячи лет хватит этого жидкого азота. Это вот хорошее решение. Можно даже этим углекислым. Это то, что в голову приходит именно, вот что бы делал Жидкий азот временно можно. Ну, почему временно, Эд? Дело в том, что вот смотри, во многих городах, в том же Токио и так далее, когда начали заниматься высотным строительством, а почва там мягкая, да, то есть это береги, устье реки и там неплотная почва, куда, как построить мощные бетонные здания. Ну да, азот заливали. Да, и просто их заливали этим азотом. А его хватка... А он дешевый. Дешево, да. Дешево сердит, она несколько тысяч. Компрессоры и все. Дим, я просто хотел сказать, что тут-то понятно там это все, правда, и вряд ли кто-то будет это делать. Денег нет, потому что все украина. Растащить этот реактор, я не знаю, то есть мы не понимаем, как его, что будет, да, какие последствия. Нет. Смотрите, последствий никто не знает, что будет и как влияет. Дело в том, что что такое процесс ядерной реакции? Это же происходит распад вещества. Что такое вещество вообще, вот вы понимаете? Да. То есть наша Вселенная вся создана из, давай так, из электромагнитных волн. Почему радиация? Это что же? Это радиоактивное излучение, радиоизлучение. То есть это тоже электромагнитное излучение, да? То есть особые волны, длины, частоты, так сказать, поток частичек одновременно, да? То есть как свет. Это же имеет, помните, корпускулярно-дуолярное вот это вот объяснение, да? То есть как бы поток частиц и одновременно волна. То есть как устроен мир? Все предметы состоят из вот этих вот, все предметы. Ваш стол, компьютер, какие-то материалы, стекло, кремнии, я не знаю, силикон, масло и мороженое. Все это состоит из электромагнитной волны. Когда мы, допустим, в природе начинаем вещество разрушать искусственным путем, да, с помощью вот использования нестабильных, так сказать, элементов, вот этих вот типа как уран и так далее, там, плутоний, что происходит? Происходит, как это сказать, смотрите, все вот это, стол ваш и так далее, это определенное сформированное электромагнитное поле, то есть и оно как бы несет в себе информацию о предмете, да, то есть... То есть есть структура, я так понимаю, она ломает структуру или что ли? Распадом вещества, да, мы ломаем вот это информационное поле мироздания, фактически, да? То есть мы вот эти последствия ядерных испытаний, ядерный дом, они фактически пространство-время разрушают. Вот, это последствия, последствия от этого мы не можем вообще предположить даже, потому что мы еще только, мы маленькие, еще ничего не знаем. Это, я так понимаю, как кислота, только на молекулярном уровне, типа она уничтожает. Не на молекулярном, на субатом, да, элементарная частица. Не, ну не все демоэлектромагнитное, ну скажем, электромагнетизм это большая часть, вся химия, биология, но есть сильные взаимодействия, слабые, да, электромагнитное и гравитация. Ну, смотрите, там происходит эта фигня, но мы же можем смоделировать, ну я не знаю, приближенно смоделировать. Ну, грубо можно. Погодите, грубо смоделировать такую же фигню где-то. И взять ее и починить, типа, ну попробовать исправить, потом еще раз смоделировать, еще раз там, не знаю, разбить. Чтобы смоделировать... Дорого все это, сложно. Нет, это не дорого, на самом деле, просто чтобы смоделировать что-то, надо иметь необходимое количество изначальных данных из таких. Конструкция старая, понимаете? То есть, мы, допустим, если мы возьмем данную информацию о Чернобыльской аварии, загрузим в современный суперкомпьютер какой-то, да? Ну да. Эту всю вот аварию, смоделируем ее последствия, да, смоделируем это в программе, выйдут одни результаты на основании данных, там, 1986 года. Да. Но на основании данных 2019 года, если мы внесем еще какие-то дополнительные факторы, новые открытия, новые знания в этой сфере, да, картина совсем другая. Это понятно будет. Нам надо еще учитывать то, что мы не знаем, что там система повреждалась. Да, ну просто богом и толком даже не знаем. Там, я говорю, старых же было. Не было тогда таких компьютеров. Ну, понятно. Я, знаете, имею в виду, что, ну, естественно, могут быть какие-то, их тоже надо учитывать, это, так называемые риски. Но, со мной, есть же, ну, проблема. Вот есть у вас, блин, у вас постоянно гниет какая-то фигня. Ну, вы такие, ну, окей, пусть гниет. Ну, это же хрень какая-то. То есть, это нарыв такой, да, он вот в Европе. И он, получается, никак не решается. Ну, ладно, но мы не знаем, что с ним делать. Ну, хрен с ним пусть будет. Надо что-то делать. Мы закроем пластырь, типа, окей, он не воняет. Нормально. Все, ну, окей. Ну, вот в начале так и делали. Нет, смотри, Паш, в начале так и делали. Когда видишь, что этот нарыв там разрастается, да, то есть, в данном случае надо было как-то погасить этот реактор, как-то это все дело закрыть, да, то есть, чтобы оно перестало выпроздавать, да. Они же, что, первое, что на ум пришло, это песок и бор. Да, песок они сыпали и воду лили, точно. Да, сначала вообще воду лили. Вот, хотя воды нельзя было лить, надо было сразу песком. Надо было охлаждать, песок надо было, конечно. Да, понимаешь, что шутка? Но поскольку люди не знали, они могли... Теперь не надо воду лить. Нет, воду надо было охлаждать вокруг, а сверху нельзя. Смотри, сначала надо было песком сыпать, а потом уже может быть. А потом, нет, воду надо вокруг. Там насосы, чтобы... То есть, да, то есть, понимаешь, вот снова-таки люди не знают природы этого. Они тушили, помнишь, как пожарники даже не понимали. Ну, пожарники лед и праздники. Они думают, что они тушат обычный пожар, а это совсем и пожарники. Не совсем. Поставили, и все, выброса нет, понимаете, угрозы сняли, сняли. Вы почитайте просто статью. Это же вот занимались живота. Мы не говорим про верх. Все, в колпах. Нет, вообще говорю, уже никуда излучений нет, понимаете? Досик, дожди, мы об этом... Досик, вы нам нас не услышали. Досик, вы нас не услышали. Досик, вы нас не услышали. Нет, просто одно и то же, как бы, говорят, говорят... Нет, да не одно и то же мы говорим. Мы говорим о том, что крышку сделали. Но на самом деле, это вот представь себе, что у тебя на столе лежит уголек, который несколько десятков лет будет гореть. И ты просто накрыл на него крышку на столе, он в деревянном столе у тебя... Да нет, лучше по-другому. Муха сдохла вот и воняет. Ты накрыл ее крышкой, типа не воняет. А она там продолжает как бы вот разлагаться. Разлагаться. Не-не, ну стол, лучше стол. Смотри, у тебя стол, на нем уголек, который будет гореть сто лет. И вот представь себе, ты накрыл, и он дымит у тебя. Дымит. Тебе надо как бы... Ты что сделал? Крышкой накрыл его, но он-то дымит там под этой крышкой, и он прожигает тебе стол. Понимаешь? Вот считается, что самая основная катастрофа будет еще впереди, когда прогорит стол, и это ядро соприкоснется с грунтовыми водами. Понимаешь? Вот в чем проблема. Ну да. Мы про это, собственно. Да, верхний саркофаг он как-то это сдерживает. Тут даже с него просто крышка, да. А внизу? Еще снизу надо крышку. Главное, вот это самое интересное, мы под конец эфира узнали, что там он, оказывается, еще и работает. Вообще, это жесть. Ну да, он живет. И мы это вот узнаем под конец эфира. Вот это классно. Мне нравится. Ну опыт, потому что пришел Эд, который все это... Все-таки ядерной физике учился. Да. Поэтому у нас все было. Да. Вот поэтому не надо было. Значит, в следующий раз, если нет спикера, меняем тему на свободную. Ну да, вот это правильно. Но у нас Лада была. Ну да, у нас был один из заявленных спикеров. Поэтому... Ну у меня просто... Я извиняюсь, просто Вадим попал. Да не, не, вы говорили, мы поняли. Да. Ну что, мы завершаем эфир тоже? Да, спасибо.